Да, всем привет. Я из ML-команды Positive Technologies. Мы, соответственно, занимаемся ML-подходами в контексте кибербезопасности. Конкретно сегодня я хотел бы рассказать про одну из наших технологий. Это как раз ML-подход для детекта малварей. Начну с того, что... пару слов про доменную область, что такое в целом малварей, или же вредоносное программное обеспечение, или ВПО. В первую очередь, наверное, ассоциируется с вирусами, но там, на самом деле, вирусы считаются одним из типов вредоносного ВПО. Также там бывают ransomware, вымогательские какие-то программные обеспечения, либо для слежки, какой-нибудь спам, который тоже через вредоносный устанавливается и потом возникает. Вот. И, соответственно, в нашем решении это именно общий подход для ВПО в целом. Как от этого защищаться? Что уже какие существуют системы защиты? Ну, во-первых, тоже, соответственно, антивирусы. Самое первое, самое основное. Как я сказал, вирусы считаются одним из типов вредоносного ВПО, но антивирусы — это, на самом деле, более широкие сейчас решения, и они борются именно и защищают от вредоносного ВПО в целом. Вот. Также стоит упомянуть антифишинговые системы. Фишинг сам по себе — это отдельный аспект кибербезопасности, но, тем не менее, если мы говорим о фишинге не через какие-то веб-страницы, а, например, через почтовые сервисы, через мессенджеры, через систему файлового обмена, то там тоже часто передается вредоносным ВПО файлами, и, соответственно, антифишинговые системы в себе содержат какие-то модули для анализа ВПО. Ну и тот, собственно, тип системы защиты, о которых я буду говорить, — это песочница. Это наиболее комплексный подход. Он в себя включает запуск потенциального вредоноса или, может быть, чистого файла внутри виртуальной среды, где подробно логируется все его действия, и еще происходит автоматизированный анализ, ну либо ручной, на основе логов. Вот очень схематический вариант, как это работает. То есть у нас есть какой-то исполняемый файл, мы его хотим проверить на предмет его вредоносности. Мы отправляем его, загружаем в песочницу. Там можно разделить типы анализа условно на два основных. Это статический анализ и динамический. Более того, это, скорее, даже два этапа анализа, потому что статический анализ, он не требует именно запуска, то есть он не смотрит на то, как себя ведет файл. Он смотрит именно на какую-то либо мету информацию, либо какую-то серию байтов внутри этого файла, либо на какие-то участки памяти процесса этого файла. А вот динамический анализ, он же поведенческий анализ, это именно уже используется виртуальная среда. То есть файл запускается внутри какой-то изолированной среды, начинает производить свои действия, которые он производил бы в системе, все это записывается и затем автоматизированно анализируется. При этом в классическом понимании и тот, и другой анализ реализован на основе каких-то правил. Но возникла идея, что поскольку, когда это реализовано на правилах, начинается такая проблема, что вот появилась какая-то система защиты, она там отлично защищает от существующих каких-то ВПО, но при этом злоумышленники об этом узнают, узнают, какие правила там реализованы, и начинают обновлять свое ВПО. Так, чтобы оно все еще реализовывало какое-то недопустимое событие, но при этом обходило вот эти правила. Они обновляют ВПО, системы защиты тоже обновляются, чтобы это перекрывать, и начинается регулярное обновление с обеих сторон, вот эти противоборствующие. И поэтому возникла идея, что если каким-то ML-подходом, используя на основе обобщающей способности, научиться видеть не только вот те ВПО, которые уже закреплены у нас в правилах, а еще как-то более широко смотреть, чтобы вот этот шаг, когда обновилось ВПО, и нам надо обновляться, чтобы вот обновление с нашей стороны требовало, ну, чуть меньшей срочности, именно за счет того, что мы обучились на тех данных, которые есть, и можем смотреть как бы шире за счет как раз ML-модели. Куда хотелось бы ее поместить внутрь песочницы, где мы ее видели больше всего? Ну, если в статическом анализе в целом там правила отрабатывают, там все условия достаточно строгие, и здесь можно действительно оставить строгость подхода сигнатурного, то вот в поведенческом анализе как раз могут быть более сложные закономерности, потому что поведенческий анализ — это анализ того, какие процессы запускаются, что делает Malware, и там могут быть какие-то последовательности, связанные с системным вызовом и так далее. То есть здесь именно могут быть какие-то скрытые закономерности, которые нельзя так сходу учесть все в правилах, а с помощью ML-модели как раз можно научиться их видеть. И в таком случае, если мы видим наше ML-решение как подмодуль поведенческого анализа, что для нас будет данными? Когда файл попадает в песочницу, он запускается, он вызывает какие-то процессы, они вызывают свои подпроцессы и так далее, но если дойти до такого какого-то атомарного элемента данных, то это будут системные вызовы, потому что процессы — это последовательность системных вызовов, и, соответственно, они для нас являлись исходными данными. Именно вот это у нас называется трассами, это, по сути, вся последовательность всех системных вызовов, которые производились процессами исследуемого файла. То есть первый пункт — файл, промежуточные процессы и системные вызовы. Поскольку мы хотим анализировать именно поведение, здесь видно, что много параметров у каждого системного вызова, и, возможно, не все их стоит учитывать, потому что сильно много будет информации. Самое главное, что нас интересует, что производилось и в каком порядке. Вот в этих данных, если мы говорим о том, что отвечает на вопрос, что было сделано в системном вызове, то это сочетание параметров плагин и метод. То есть это именно то, какой системный вызов вызывался, и остальное — это уже более какие-то конкретные параметры. Соответственно, если мы хотим анализировать последовательность того, что происходило, то мы пришли к тому, что мы использовали плагин-методы как отдельный токен каждый. И, соответственно, вот этот раз мы отбрасывали параметры, они у нас потом прибавлялись как отдельные экспертные фичи, но именно вот если говорить об анализе последовательности, то мы брали только плагин-методы, склеивали их вот так вот в последовательность через какой-то разделитель, и затем нужно было анализировать последовательность вот этих токенов, чтобы делать вывод о вредоносности файла. Ну, соответственно, поскольку у нас здесь идет последовательность каких-то токенов, и мы хотим видеть значимые с точки зрения нашего анализа под последовательности, мы пришли к решению, которое во многом похоже на какой-нибудь обычный каунт-векторайзер, но в нашем случае он более экспертный, потому что у нас есть некоторые фильтрации там либо по самим трассам, либо по некоторым процессам, с учетом доменной области, потому что мы работаем с экспертами, они помогли это реализовать. Но по сути подход очень похож, как если бы мы взяли каунт-векторайзером там энграммы в каком-то диапазоне длины, и затем просто обучив модель по фиче импотенсу взяли самые влияющие и откинули ненужные. Вот таким образом у нас сложился датасет, как я сказал, там еще есть некоторые экспертные фичи, которые не только считают число вхождения под последовательность, а еще считают число отдельных системных вызовов с какими-то параметрами, которые нас интересуют. Фичесет примерно составили, нужно было проверять это, начинать на данных, как-то его корректировать, и встал вопрос, откуда накапливать данные в таком случае. Здесь мы в принципе в плане требований к данным, абсолютно стандартные требования, репрезентативность, балансированность и регулярная обновляемость. То есть регулярная обновляемость по сути тоже это часть репрезентативности, но просто не везде она обязательно в контексте именно анализа вредоносов, там тренды постоянно меняются, выкатываются какие-то обновления, поэтому для нас это стоит подчеркнуть. Какие данные у нас были? У нас было два основных таких пула данных. Это, во-первых, эталоны, это вот самый важный для нас выборка. Почему? Потому что она проверяется, отбирается и размечается вручную экспертами. То есть это та разметка, тот набор данных, которому мы доверяем наибольше всего, потому что это экспертно отобранные и размеченные. Но какая проблема, что поскольку это экспертная работа, она достаточно трудоемкая, затратная по времени, поэтому этих эталонов, этой эталонной выборки у нас там немного, и, соответственно, обучаться только на эталонах мы не можем, просто потому что нам их недостаточно. Но вот для этой цели как раз у нас есть поток данных, то есть это с разных источников приходят данные из реального мира, и они каждый день там поступают новые, но их много, но проблема в них в том, что разметка идет на основе правил поведенческого анализа. А мы, по сути, хотим расширить свое решение, поэтому логично, что если мы обучимся до точности единицы на потоке данных, то мы просто повторим существующее решение, основанное на правилах. Нам хочется его расширить, поэтому накапливать надо с некоторой корректировкой разметки. Что мы в итоге сделали? К какому варианту накопления данных мы пришли? Естественно, мы сразу забрали эталоны, потому что это замечательная выборка, пусть и немногочисленная. Затем мы сразу, пусть и зная о этом вопросе с разметкой, забрали некоторое число данных из потока, ну, как минимум, чтобы у нас там, по крайней мере, минимальный набор был, чтобы там число сэмплов превышало число фичей. А затем мы настроили вот такой ежедневный процесс накопления данных, что каждый последующий день, после того, как мы взяли какое-то количество себе в трейн, каждый следующий день для нас является тестом. Мы каждый день тестируемся, имея то, что уже накопили, и собираем фолзы из этого. А фолзы потом помещаем в трейн, в выборку, но при этом, чтобы не копить вот так вот данные, которые размечены правилами, когда мы собрали фолзы, то есть это не все данные из потока, это какой-то там небольшой процент, это уже в целом можно отдать на проверку экспертную и переразметить, потому что там уже немного, и в целом это позволительно с точки зрения затрат по времени и по работе экспертов. Плюс, помимо этого, мы еще добавили дополнительный модуль, чтобы этот процесс переразметки анализа фолзов как-то структурировать. Этот модуль у нас назывался инспектор фолзов. Он основан на INN. Почему? Потому что на этапе анализа фолзов, по сути, что мы в основном ищем, это мы ищем некоторые противоречия в данных. То есть, например, такое, что вот мы сфолзили. А почему мы сфолзили? Потому что у нас там, например, в трейн-выборке есть почти такие же вектора с другой разметкой или что-то в этом роде. Или, например, у нас просто нет похожих векторов в целом, и поэтому для нас это новые данные, мы на них фолзим. Собственно, INN как раз ищет соседей. Вот это INN-дерево мы строили по трейну, и затем, когда к нам приходит какой-то фолзовый сэмпл, мы его отдаем на поиск ближайшего соседа по дереву, и таким образом получаем для каждого фолзового сэмпла следующую информацию. Во-первых, его лейбл, его предикшн модели у нас уже есть. Во-вторых, лейбл и предикшн его ближайшего соседа и плюс расстояние между ними. Что нам это позволяет искать? Во-первых, если, например, дистанция у нас маленькая между сэмплами, то значит, что мы можем таким образом найти противоречия. То есть если дистанция маленькая, а разметки разные, сразу понятно, почему модель ошибается, потому что у нее в трейн-выборке такая разметка, здесь ссякая. И можно посмотреть в ту сторону, что у какого-то из этих сэмплов, например, может быть неправильная разметка, ее как-то корректировать со временем. Более того, поскольку INN-дерево построено на трейне, мы вот в этих ближайших соседях можем часто видеть те данные, которые мы сразу забрали из потока, не проверяя, поэтому мы можем корректировать, если мы сразу себе из потока забрали какую-то ошибку в разметке. Затем, если наоборот расстояние до ближайшего соседа большое, то это нам позволяет видеть выбросы, либо наоборот, если это не выбросы, то это новый какой-то совершенный вектор, который нам надо срочно забирать, потому что мы таких данных еще не видели. Ну, если выброс, то, соответственно, отбрасывать. Плюс это помогает структурировать данные для экспертов, потому что все равно хоть фолзов немного, там экспертная работа достаточно трудоемкая, и хоть как-то когнитивную нагрузку можно снизить, показать там, что с чем путаем, никак. Ну и плюс нам тоже, нам это тоже помогает как-то видеть, что мы путаем, какие вектора для нас похожи. Возможно, там пересматривать фича сет с целью разделить множество, если мы видим, что у нас очень похожие вектора имеют разный лейбл. Далее, ну, таким методом в целом мы основные все требования к данным соблюли, вот, но после этого у нас, как бы, данных накопилось достаточно, у нас возникли новые потребности относительно накопления. Во-первых, поскольку мы каждый день забираем данные из потока, каждый день обновляем, стал вопрос, что вот, окей, если мы зафиксируем модель, не будет ли такого, что у нас точности поплывут, потому что есть дрифт данных, и если мы там не каждый день обновляемся, например, раз в два месяца, то во второй месяц у нас уже метрики вообще все полетят, потому что данные абсолютно новые. Плюс, поскольку мы вот так вот жадно все фолзы, которые вот модель выдает, запихиваем ей в трейн, то есть ошиблась, давай учись заново с этими ошибками, нет ли какого-то оверфитинга у нас в такой версии накопления данных. И еще нам появилась потребность в контролируемости данных, потому что, когда мы забираем данные из потока, у нас, поскольку данных очень много, не всегда есть доступ к исходным исполняемым файлам. У нас есть доступ только вот к трассам. Поэтому хотелось больше понимать, что у нас в трейне, и как это больше контролировать, контролировать обучающую выборку. Вот. Такой у нас был вариант накопления данных, и с новыми потребностями мы его перестроили следующим образом. Мы перестали забирать каждый день фолзы из теста на потоке. Мы все еще продолжаем тестироваться, смотрим на метрики, но наращивать трейн на основе потока мы перестали. Теперь для нас вот триггером для ретрейна модели стало обновление талонов. То есть мы договорились с экспертами, что они будут обновлять эту выборку. Там данных приходит меньше. Соответственно, ну там, если, например, у нас пять новых экземпляров в неделю придет, то явно у нас, ну, если есть сильный дрифт данных, мы это все равно заметим, потому что это не такое сильное обновление, вот, чтобы дрифта данных избегать. Поэтому эту гипотезу мы сможем таким образом проверить. И контролируемость у нас получится очень сильно, потому что все эталоны, как я уже говорил, они проверены вручную, и доступы ко всем там исходникам все есть, поэтому мы будем прям точно знать, какие обновления произошли в трейне, что с ним было, что добавилось, и можем, если что, пересмотреть. Вот, здесь может встать вопрос, а как таким образом мы добавляем какие-то данные, у нас происходит обновление модели, а почему мы уверены, что это обновление, именно ее улучшают, а не просто там добавляют какие-то данные, которые еще не факт, что в целом-то ее точность как-то повысили. Здесь, опять-таки, все те же самые эталоны нам помогают очень сильно ориентироваться. Несмотря на то, что эталоны у нас есть в трейне, в трейне к моменту перехода на вторую версию накопления данных было много противоречащих данных, и, соответственно, чтобы модель не оверфитилась, нужно было, ну, она оставляла какой-то себе процент ошибок на трейне, ну, как это обычно происходит, и чтобы сохранять там обобщающую способность. Вот. А у нас пришло требование, что нам нужны на эталонах точность 1.0. То есть мы должны перестать ошибаться на эталонах, там на остальной обобщающей выборке неважно, но должны прям, ну, поскольку нам предоставляет такую прекрасную возможность работать с экспертно размеченными данными, на нас налагаются в ответы требования, что мы тогда должны гарантировать на них точность. Вот. И мы проводили здесь эксперименты. Что мы делали? Мы смотрели, вот у нас точность на эталонах там, ну, не 1.0, высокая, но не 1.0. И мы взяли точность на потоке при этой версии обобщающей выборки. И после этого мы начали доводить точность на эталонах до единицы следующим образом. Мы искали в обучающей выборке противоречия тех данных, которые мы накопили из потока с данными среди эталонов. То есть поскольку эталонам мы доверяем больше, мы ищем, а что из потока им противоречит. То есть что очень похоже имеет вектор, но при этом противоположный какую-то метку. Вот. И эти сэмплы мы вычищали из трейн-выборки. Чего мы боялись? Что мы сильно зафитимся вот под наши эталоны, а вот так вот нагло выбрасывая из трейна данные тоже, которые из реального мира, из потока, мы там из-за этого на потоке потеряем точность. Но пока мы проводили XT-эксперименты, получилось так, что на самом деле вот эти вот данные, которые противоречат эталонам, они также и с точки зрения потока тоже являются выбросами, потому что когда мы очистили от них нашу обучающую выборку, у нас точность на потоке тоже заметно возросла. И поэтому точность на эталонах получалась прямо пропорционально точности на потоке. Ну и плюс нельзя забывать, что у нас все так же модель тестируется на данных из потока, каждый день это новый тест. Поэтому в этом плане мы тоже можем отслеживать, просто это тяжелее точно сказать, потому что данных там может быть разное количество. И, соответственно, метрики могут немножко различаться от дня ко дню, по ним сложнее сделать вывод из-за дисперсии по точности. Ну и чего мы, в общем, достигли изменением нашей версии накопления данных, что мы сохранили исходные наши требования к данным, что да, у нас репрезентативность осталась, сбалансированность, обновляем регулярно, просто не так жадно, как делали до этого. Но зато мы проверили таким образом устойчивость к дрифту данных, отсутствие оверфитинга и имели уже полную контролируемость для каждого обновления, потому что у нас есть даты, когда обновилась выборка эталона, у нас есть доступ ко всем данным и так далее. Вот. Ну и, собственно, что в итоге удалось добиться тем, какое ML-решение мы сделали? Есть примеры, где ML действительно стал лучше, где он расширил существующее решение. Это, во-первых, аномальные цепочки подпроцессов, то есть когда там сами по себе какие-то вызовы не имеют в себе что-то странного, никаких там параметров в глаза не бросаются, все вроде окей, но именно вот то, в каком порядке они вызываются, наводит на мысль, что это малварь, и вот правилами это обработать сложнее, а модель именно с вот таким датасетом по n-граммам вызовов показывала себя хорошо. Плюс нестандартные значения параметров в том плане, что вот я говорил, что все-таки у нас, помимо вот этого основного подхода, у нас добавлялись еще экспертные фичи по счетчику там каких-то отдельных вызовов с параметрами, вот, и там, поскольку он был более, как сказать, широкий, то есть это не какое-то строгое правило было, это были разные там фичи со своими закономерностями, ML мог в некоторых случаях даже лучше это видеть, потому что он еще сочетание нестандартных параметров видел. Ну и нетипичные последовательности вызовов функции, это, в принципе, примерно то же самое, что цепочки аномалий тоже похожи, когда сами последовательности являются нетипичными и подозрительными с точки зрения анализа вредоносности файлов. Но при этом очень важно отметить, что на первой схеме, там, где мы показывали, где располагается вот ML-модуль внутри песочницы, он там все равно стоит рядом с классическим модулем вот сигнатурного анализа, потому что в контексте, если говорить о кибербезопасности, то да, мы хотим расширить решение, мы хотим, чтобы там видел не только те маловари, которые строго удовлетворяют правилам, но при этом мы не хотим полностью переходить на неточные алгоритмы машинного обучения, потому что мы хотим, чтобы, да, мы расширялись, но то, что мы уже знаем, мы имели прям гарантированную точность, и поэтому отказываться вот от того модуля, который был, мы не стали, мы просто добавили рядом еще некоторые расширения. И, собственно, вот примеры, где он все еще показывает себя лучше, то есть это использование конкретного компонента, это понятно почему, потому что это можно строго зафиксировать правилами, проактивный детект, потому что проактивный детект по модели угрозы, это значит, что есть какой-то файл, он является чувствительным там с точки зрения безопасности, и, соответственно, мы его вписываем в правила и так далее. Вот. Поэтому здесь важно понимать, что именно ML-подход вот в этой задаче, он важен как модуль, и важно их сочетать с сигнатурным анализом. Вот. Ну и какие итоги можно подвести? Во-первых, ML себя действительно неплохо очень показал в этой задаче, было сильное расширение, чувствовалось, что некоторые вот маловари получаются прям ловить нашей моделью, и это, ну, именно расширяет, в общем, решение. Вот. По точности у нас там была такая бизнес-метрика, что нам нужно было в день, вот поскольку у нас данные идут каждый день как тест, то у нас нужно, чтобы сзади не больше 10 фолзов было, при этом фолз-позитивы для нас хуже были, потому что это нагрузка на оператора, и поскольку мы расширяем решение, фолз-негатив по сути означает, что мы, ну, не прям идеально расширили решение, мы все еще там где-то чуть-чуть правила расширили, а вот фолз-позитив — это была бы лишняя нагрузка. Вот. Ну и в день приходит около, там, несколько тысяч экземпляров, соответственно, по точности там можно примерно прикинуть, если 10 фолзов мы выдавали, не более 10. Вот. Плюс важно не только, как бы, разработать само решение, потому что у нас очень долгий этап был именно после этого с накоплением данных, мы очень много работали над тем, как мы это изменяли, как мы работали с данными, чистили там трейн и так далее. То есть это был даже, возможно, более трудоемкий процесс местами. Вот. Плюс очень нам помог анализ фолзов, особенно когда есть возможность работать с экспертами, мы сильно поправляли там и данные, и фич-сет получалось изменять и так далее. То есть это важный был очень процесс, ну, плюс эталоны, эталонная выборка, размеченная экспертами, нам помогала почти на каждом этапе, тоже важно отметить. Ну и то, что я сказал в конце, что тоже важно понимать, что вот в контексте данной задачи, почти всех задач в сфере кибербезопасности, вот классические строгие подходы полностью менять на ML, ну, редко можно, потому что все-таки ML-то не точный алгоритм, и фолзы будут, и строгость хотя бы для того, что можно строго закрепить в контексте безопасности обязательно. Вот. На этом у меня все. Спасибо. Я выслушал вопросы. Спасибо. Я видел, вы работали с экспертами, и вот вы им показывали ANN, вот эти диаграммы, да? Вот. А мне интересно более интерпретируемую модель его какую-нибудь использовать для того, чтобы помочь экспертам расширить, кто он там, вот, словарь ваших, на котором у вас была 100% точность. Это что такое? Это эталон. Вот. Расширить эталон с помощью ML, вот такой вот вопрос. Расширить эталон с помощью ML? Да, то есть у вас есть ML-алгоритм, он выявляет какие-то новые правила, и вот чтобы интерпретировать это, и расширить эталоны для того, чтобы закрепить результаты. Ну, вот так конкретно мы не делали с расширением эталонов. Более интерпретируемым, мне кажется, у нас достаточно интерпретируемый был датасет, потому что он превращается вот в эти последовательности системных вызовов, поэтому в целом мы как раз такой подход и стали использовать, потому что, ну, для анализа цепочек могли быть какие-то более сложные подходы, вот. Но в целом у нас данный, ну, вот наш датасет был достаточно интерпретируемый. Ну да, вопрос именно в том, что смогли ли вы с помощью ML добавить какие-то правила ваш имеющийся эталон. А, в смысле, добавить как эталон? Да, 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 интерпретируемые результаты, которые вы новые закономерности нашли. Именно в эталонную выборку мы не включали на основе выводов модели, потому что, ну, мы же тестируемся как раз вот на потоке, там нету доступа к исходным файлам, поэтому мы не знаем, что это и насколько это популярный там Malware, например. А эталонная выборка, она пополнялась именно за счет, ну, экспертного анализа, за счет того, что они знают там про то, какие сейчас тренды по малварям, и там даже если по названиям посмотреть, видно, что это какие-то такие ходовые вещи. И, ну, это если говорить именно про часть, которая малварная, там же есть еще и чистая в этой выборке, там какие-то файлы, которые тоже, например, часто люди хотят проверить на теме того, малварный ли он. Вот. Окей, спасибо. Интересно понять процесс, то есть я это вижу так, что есть эксперты, которые размечают данные, потом там в конце дня, например, эти данные попадают в общий датасет с эталонами, потом там запускается джоба, чтобы обучить модельку, потом другой человек смотрит, а как там, какие метрики, и потом уже катится на прот. Это вот так выглядит? Да. Вот. А как тогда отбираются данные для экспертов? Данные для экспертов? Ну, то есть, которые они будут размечать, то есть может быть там как-то с помощью вашей модели или что еще? А, которые они будут размечать, ну, по сути, эталонную выборку они составляют сами, то есть они туда присылают исходники, которые мы потом добавляем в датасет. Соответственно, ну, это как раз, мне кажется, более корректно оставить на стороне экспертов, потому что они больше как бы понимают, что будет репрезентативно с точки зрения там вредоносов, и что туда стоит добавить, поэтому это на стороне экспертов. То есть они как бы решение вашей модели не корректируют? Решение нашей модели. У нас есть этап анализ фолзов, да, то есть мы можем посмотреть, но он был вот очень критичен на первом этапе, когда мы фолзы накапливали, ну а на втором этапе мы просто их отправляем, чтобы понять, что, например, вот сегодня там больше фолзов, чем вчера, это реальная ошибка или это, например, вот модель как-то расширяет решение, и там, если посмотреть, то там будут какие-то вообще противоречивые данные на фолзах, поэтому вот на этом этапе мы их отправляем на анализ. Спасибо. Как вы дисбаланс классов преодолевали? То есть у вас, я так понимаю, дисбаланс очень серьезный, там действительно малварь или подозрение. И второй вопрос про то, что вы имеете в виду под фолзами. Я вот не понял. То есть это у вас, что имеется в виду? Фальс-негатив, фальс-подозит, и все вместе. Так, ну, во-первых, первый вопрос про... Дисбаланс классов. Про дисбаланс, да. Он решался, на самом деле, достаточно просто, потому что в эталонной выборке там эксперты сами отбирают, и мы их напрямую просили, что добавляем еще примерно то же количество чистых примеров, которые вот там, например, путают часто, хотят проверить и так далее. Поэтому в эталонной выборке он у нас соблюдался просто потому, что эксперты нам такую возможность предоставили. А в потоке данных там просто данных, ну, достаточно, чтобы даже просто даунсэмплингом, например, вот чистых, подозрительных, дойти до того, чтобы классы были равны и набрать достаточно. Я понял. То есть даунсэмплинг использовали в данном случае. Я просто знаю, вот в таких задачах в реальных там очень сильный дисбаланс, и что конкретно вы использовали, какой инструмент. Да, здесь, поскольку данных много, то даунсэмплинг. Вот, а про фолзы. Про фолзы, когда я говорю, там, сколько у нас их примерно, на что мы ориентируемся, я говорю, в целом объединяю false negative и false positive. А если говорить о том, на что мы больше ориентируемся, вот я там пару слов сказал про то, что в нашем случае более критическими считаются false positive, потому что, по сути, есть уже решение, основанное на правилах, и оно вполне себе хорошо работает. Прямо это готовое решение, оно используется, ML здесь, чтобы какую-то там добавить магию, расширение вот этого решения и так далее. Вот технически, как это организовано? То есть у вас есть поток, ну там, не знаю, допустим, 100 тысяч строк, да? Из них модель говорит, что вот тысяча – это positive, да? И 99 тысяч – это false с точки зрения модели. И вы потом их все обрабатываете как-то? Потому что речь шла вот про обработку false, и я не понял, как это технически организовывается у вас. Или вы какие-то отбираете из них и рассматриваете там приближенно? Экспертам отдаете, еще что-то делаете? Ну, false у нас вообще в целом не так много, мы можем их анализировать. То есть я говорил там где-то в отдельный тысяча примеров. Пример исходные данные – это трасса одна, то есть там набор. А потом там где-то 10 false получаем, мы их отдаем экспертам и анализируем. Если там, например, какие-то противоречия находим, то переразмечаем, либо убираем из обучающей выборки. То есть из тысячи подозрительных 10 модель признала безопасными, и вы их отдаете экспертам? Ну, примерно да. Ага, вот. Спасибо. Понял. Да, спасибо большое. У меня много вопросов. Задам часть, как говорится, сколько позволят. Первый, самый простой по формулировке, самый сложный, наверное, по ответу. С false-позитивами, понятно, как бы критика. Описал довольно подробно, как работаете. А что с false-негативами? Вообще на них, ну, говорим, они есть и будут, и пусть будут. Или как-то все-таки отлавливаете какие-то там выборки, может быть, механизм какой-то в бизнесе реализован? Ну, мы, по сути, боролись-то с false-негативами просто не каким-то направленными методами. Это было просто вот на первых этапах повышение точности модели, там, улучшаем датасет, улучшаем там фичерсет и так далее. Вот, поэтому в целом вот до вот этого результата, что мы в день там стабильно выдаем вот эту требуемую бизнес-метрику по 10, не более 10 фалзов в день, мы достигли просто улучшением самой модели. А именно как мы следим за тем, чтобы у нас не было false-позитивов, чтобы если… Нет, не наоборот, false-негатив. Потому что с false-позитив все понятно, там все классно, как бы, понятный бизнес-процесс. А вот false-негатив, да, как бы, если правила не задетектили, если модель не задетектила, значит, кого-то завиолетило. Как бы, как быть, как говорится, как это обрабатывается? Ну, тут только снижать число false-позитивов, я не знаю, мне кажется, логично, что ошибки будут какие-то. То есть, поскольку у нас идет разметка в соответствии с правилами, то получается, что если мы где-то даже ошибаемся, в общем, модель, если имеет в себе false-негативы, то, значит, она недостаточно расширяет существующий подход. То есть, как минимум, очень маленький процент ошибок, то есть достаточно много молварей детектят уже существующее решение. Вот. И оно регулярно обновляется там очень, чтобы вот даже последние какие-то детекты. Соответственно, ну, оно работает, и если даже мы чуть-чуть добавим решение, расширение со стороны ML, будет неплохо. Если она там сделает false-негатив пару раз, то в целом это все равно задетектит правила. Ну, тут не факт, на самом деле. Ну, то есть, грубо говоря, это история про экспертную работу с false-негатив. То есть, там нету такого, что у вас клиент, как бы, сказал, вот у меня там все упало, все пропало, как бы, пожалуйста, проанализируйте мои там трысы. Ну, нет, вот это не напрямую от клиентов там данные. Окей, понял. Второй момент. С точки зрения там обработки и в целом, да, там, какую статистику вы собрали, то есть, грубо говоря, насколько у вас получилось расширить ваши правила. То есть, это там правило детектит, не знаю, какая-то оценка, сколько еще получилось добавить за счет ML. Ну, вот я тут не уверен, что цифры могу назвать. То есть, я привел примеры, где оно действительно показало себя лучше, на каких типах маловарей и расширило решение в цифрах. Я, во-первых, такую статистику мы, по-моему, не собирали. Вот, во-вторых, не уверен, что могу. Вот, мне кажется, было бы классно хотя бы для себя посмотреть. И третий вопрос. Они думали насчет того, чтобы, там, не знаю, прикрутить, во-первых, какой-нибудь Bit2Vec, да, потому что на статике, ну, вот, года два назад на Devcon'е как раз ребята докладывали про то, что они взяли, там, семантическую модель, да, LLM-ку, по сути, и просто на Bitwise экзешники натравили. И, как бы, в целом довольно неплохо у них это все получилось. Ну, идея, возможно, неплохая, как попробовать что-то такое добавить. У нас, поскольку было уже готовое решение по разложению на трассе, поскольку у нас это в песочнице можно отледить в более интерпретируемой версии, соответственно, естественно, приятнее работать с интерпретируемыми данными. Но в качестве эксперимента, в принципе, можно, да, если есть исследования хорошие. Кому-то еще передать? Да, мы здесь подберем. Здравствуйте, Евгений Евраз, спасибо за доклад. У меня вопрос про датасет, про разметку. Вот интересно, по какой политике дополняются новые данные, вот сколько от старой остаются в обновленном датасете? Поясню, вот нет ли такой проблемы, что, типа, старые решения, старые малвари, они уже не так важны для датасета, но вот что вы с ними делаете? Вы их оставляете, и у вас тогда датасет растет? Или что вы с ними делаете? Если у нас действительно не важны, если они отбрасывают, ну, например, они устарели, и сейчас они противоречат с тем распределением данных, которые в настоящее время идут, то в целом у нас это будет заметно на потоке и на этапе анализа фолзов, то есть когда мы же ищем вот этих вот соседей среди экземпляров в трейне. Соответственно, если эти сэмплы нам действительно будут мешать, мы как раз вот, когда я говорил, что добивались максимальной точности на эталонах, мы чистили трейн-выборку от сэмплов, противоречащих эталонным сэмплам. Вот, и там как раз очень много мы вычислили из старого набранного потока, поэтому вот на этапе анализа фолзов это как раз может быть заметно, и да, вот обучающую выборку мы стараемся обновлять и понимаем, что могут измениться. Ну вот здесь не возникает какого-то типа порочного округа в том, что типа хорошее новое — это забытое старое. Вот как раз возникает ситуация, что вот вы на старое перестали как-то настраивать модель, оно хоп, и снова становится опасным. Ну как микробы в ледниках, там скажем, вот пример такой. Ну конкретно вот чтобы мы такую гипотезу проверили и подтвердили, не было. Возможно, где-то такое есть. В любом случае, если оно появилось опять, если оно сначала ушло, потом появилось, то оно будет у нас добавляться при очередных обновлениях. Так. А, Иван. Спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, вы рассказывали о том, к чему вы пришли по качеству с помощью решения на основе машинного обучения, при этом упоминали неоднократно, что решение на базе правил тоже, в общем-то, неплохо работает. А неплохо это на сколько? Вот было на правилах, а вот вы показали числа на машинном обучении, а что на правилах было? Какой accuracy там на эталоне и на потоке? Тут я не могу сказать, потому что мы над правилами не работали, такой статистики у нас нет. Ну хотя бы специфику, то есть работы правил. То есть правило что, безусловно, супервысокий precision, но recall низкий, то есть что, какую боль в общем-то в правилах мы решаем? Боль в правилах мы решаем, вот что, я говорил в начале, что вот, например, появляется система защиты какая-то очень хорошая, кроет там вообще кучу существующих молварей, все отлично. Злоумышленники узнают, присматриваются к системе защиты, обновляют свой молварь так, чтобы она все еще реализовывала недопустимые события, но уже обходила вот эти правила. Злоумышленники обновляются, обновляется система защиты, опять обновляются с обеих сторон. Ну а все-таки, может быть, правило достаточно хорошо разработано, что они даже в такой ситуации работают устойчиво. Если бы не проводили сравнительный анализ, то как можно говорить о том, что машинное обучение решает эту проблему, а правила нет? Машинное обучение как-то решает, я увидел из ваших слайдов. А как решают правила? Ну, правила, во-первых, да, там действительно они покрываются, стараются гораздо больше, чем вот, ну, это просто в упрощенном варианте, что там требуется регулярное обновление, но, тем не менее, естественно, покрываются запасом. Я просто здесь недостаточно могу точно ответить, потому что это вот на стороне экспертов происходит, мы им помогаем со стороны ML. Ну, просто бывает так, что ML может ухудшить решение, соответственно, необходимо понимать стартовую точку. То есть правило, у них какая-то проблема. Какая? Как это численно выражается? Что мы оптимизируем, внедряя машинное обучение? То есть какую-то меру по реколу, меру по скорости обновления, то есть что в итоге влияет? Я вот из доклада не понял. Ну, с точки зрения ML мы стараемся добавить такие случаи, когда, например, правила бы требовали обновления при появлении какого-то молваря, а ML за счет обобщающей способности смог это увидеть, уже имея те данные, которые видел до этого. Ну, хорошо. Просто я не работал никогда в области сферы безопасности. Мой опыт по работе с правилами, допустим, для NLP, для задач компетентной лингвистики, показывает, что там, как правило, очень высокий престижен получается. То есть оно действительно детектирует то, что нужно, но низкий рекол, много чего пропускает. Соответственно, когда вы говорили о схеме формирования трейнсета на потоке, вы не задумывались над тем, что, может быть, какой-нибудь из методик обучения на слаборазмеченных данных реализовать? То есть если правило обеспечивает высокий престижен, то мы доверяем правилу, когда плотность вероятности 1-0, но когда правило говорит нет, то мы говорим не 0-1, а какое-то слабое распределение, допустим, 0-2-0-8, или как-то еще сглаживаем наше распределение и таким образом добавляем все данные, но с разными распределениями. Либо это one-hot, либо это такое сглаженное распределение, честное. На что это может повлиять? И еще один связанный вопрос с этим. А вот, как известно, проблема, когда мы обучаемся уже не на слаборазмеченных, а на частично размеченных данных. Исследования показывают, что, в общем-то, все наши данные в признаковом пространстве исходном, они на самом деле какие-то высококоррелированные структуры в неренейных многообразиях образуют. На основе этого хорошо работают подходы типа label propagation, label spreading, для того, что мы выделяем вот эти неренейные многообразии и сразу область. В этой области есть какая-то точка размеченная, мы ее хоба. С какой-то степенью уверенности считаем всю размеченным. Это известный подход, который доказал свою эффективность. Вы в эту сторону смотрели? У вас сразу такие вопросы. Про weekly supervising learning и semi-supervised learning. Да, я понял. Вот конкретно в этой задаче мы не пробовали эти методы. Мы ориентировались на ту разметку, которая есть, а корректировка ее уже происходила просто вручную на этапе анализа фолзов. Но идея в целом возможно. Если придумать корректно, как их вот здесь применить, то я думаю, попробовать можно. Ну и, наконец, предпоследний вопрос. Собственно, какой объем? Вы оценивали, вот у вас, хотя бы приблизительно, не нужно называть числа, если это секрет, сколько у вас эталонов, сколько вы отбираете из потока для трейна, и сколько вообще каждый день проходит по потоку? Какое-то соотношение можете назвать? Так, ну, отбирали мы из потока только на первом этапе. Там, соответственно, число фолзов. Ну, тогда оно еще, допустим, не было, возможно, 10 на этапе еще разработки. Ну, из нескольких тысяч мы там добирали сколько? Ну, там, условно, в районе, там, в пределах 50-100. Ну, а сколько каждый день на потоке идет? Это тысяча, это 10 тысяч? Всего сэмплов на потоке за каждый день несколько тысяч приходит. Хорошо, а тогда у меня последний вопрос, наверное, связанный с тем, что Андрей уже спрашивал. Допустим, не про LLM-ки, а про более традиционные подходы, типа трансформер-энкодеров, тот же существует, там, коды BERT и тому подобные штуки. Если его взять, дообучить именно как BERT, MLM на ваших данных, а потом зафайн-тюнить уже на малой выборке размеченной, даже на эталонной, вполне возможно, что качество будет очень высоким, выше, чем подходы на основе классического машинного обучения. Вы в эту сторону рассматривали? В эту сторону, да. Мы подумывали попробовать еще сейчас, параллельно вот с тем решением, которое есть, попробовать, ну, как бы, ту же задачу, ну, как с нуля, исследовать с какими-то совсем другими подходами. Тоже там, да, про какие-то альтернативные энкодеры говорили, или что можно что-то другое, там, на этих данных использовать. И про какие-то трансформеры тоже были варианты, что, поскольку это текст, ну, по сути, как текст, что тоже есть токены там. И даже есть уже предобученные модели именно для кода. Вам нужно еще раз их дообучить на своем домене, а потом зафайн-тюнить уже на классификацию, например. Да, вот подобного рода идей, да, у нас возникают. Возможно, попробуем что-то такое сделать. Спасибо. Спасибо.